Я начинаю передачу, передачу на первом социальном радио. В гостях у меня человек, который вернулся с того света, человек, который пережил тяжелую травму, пережил тяжелейшую болезнь. Об этом он уже рассказывал две недели назад. И сегодня мы его снова, я его снова пригласил в студию, для того, чтобы он рассказал, что он делает сегодня, как он живет и чем он может нам всем помочь. 20 часов мы в студии на первом социальном радио в Тель-Авиве. У меня в гостях Владимир Шмель. Вот сейчас мы выслушаем, как он себя реабилитировал, как он себя поднял, и чем он нам с вами может помочь, пережив эту трагедию собственной жизни. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. И я хочу вам снова вторично его представить. Медик. Фельдшер-акушер. Фельдшер-акушер даже. Да. По образованию. Человек, который в какой-то момент почувствовал себя плохо и выяснилось, что у него рак крови. С этой болезнью на сегодняшний день справляется с большими-большими трудностями. Он обнаружил свою болезнь, будучи живя в Израиле, обратился к медикам. Его взяли в одну больницу. Ему сделали пересадку костного мозга. Результат был, видимо, не очень хороший, потому что он перешел в другую израильскую больницу. Там с ним работали, потом в третью больницу. В общем, пройдя достаточно много тяжелых испытаний в этих больницах, он нашел себя человеком без тела. Он весил. Сколько ты весил тогда? Ты похудел? 43-44. 43 килограмма, без сил, опустошенный. И ты все-таки выжил? Да. Слава Богу, как-то оно... Что тебе помогло выжить? Давай, начни перечислить. Скажем так, самое большое это, прежде всего, психоэмоциональная составляющая. Потому что если человек сам не хочет сопротивляться, сам не сражается, то потуги медиков, при всем моем уважении, при всей моей любви к тем, кто был рядом со мной, то старания медиков будут тщетны. Зависит от желания человека жить, прежде всего. Если он готов сражаться, идти до конца, не останавливаясь, то, в принципе, процентов 50 у него уже есть. Скажем так, небольшой цинизм. Я считаю, что имею полное право на него, так как я там был. Скажем так, если даже выжить не получится, то, по крайней мере, уйти, как положено мужчине, уйти, сражаясь. Ну, это тоже неплохо. Это красивый финал. Следующая составляющая – это иммунная система. Надо восстановить здоровье в этом плане. Далее… Секунду, секунду, секунду. Ты не перескакиваешь с места на место. У меня есть вопросы. Хорошо. И было бы интересно послушать, что тебя задержало от ухода из жизни? У тебя была семья, у тебя были дети, у тебя была интересная работа. Что-то тебя задержало от ухода из жизни? Прежде всего, это дети, это дочка. Я очень сильно люблю свою доню. И вот как-то я хотел увидеть, и сейчас хочу увидеть ее свадьбу, увидеть своих внуков. Раз. Сын. Ну, сейчас я понимаю, что да, это вылитый я растет, к сожалению. Похоже на тебя, почему к сожалению? Ну, это такой же циник. Это присутствует. Черный юмор, сарказм. Жесточайшая самая ирония у него по отношению к себе. У нас такое. Мы сейчас, он уже дошел до того возраста, когда мы с ним друг на дружку уже можем свободно шутить. Шутить, тренироваться, да? В своем сарказме, в своей иронии. Тренироваться. Волю и судьбу так совпало. Я еще являюсь его тренером. Со мной идет на чемпионат мира. Вместе со мной. По пауэр спорту. Об этом чуть позже. Об этом немножко позже. Вот. Следующее. Когда было желание уже, скажем так, отчаяние, желание умереть, мне звонили мои друзья. Мне звонил мой любимый Марципан. Когда совсем уже умирать собрался, было крайне плохо. Мне позвонил довольно-таки известный человек Андрей Николаевич Кочергин в России. Известный в какой области? Ой, а у него масса заслуг. Он сейчас возглавляет не Лесгофта в Питере. Что возглавляет? Научный исследовательский институт имени Лесгофта. Он основатель кое-карате. Основатель ножевого боя. Он спортсмен. Да. Спортсмен. Миссионер. Писатель. Топовый менеджер в Газпроме. Выходец. То есть, он мастер на все руки, как показывает практика ноги. Он мне позвонил с таким, мол, ты что там, помирать собрался, не сметь, ты нам нужен, все взбодрил. Можешь рассказать, как ты с ним вообще познакомился и подружился в двух словах? В двух словах, а вернулся с Украины в Израиль в одиннадцатом году и прочел его книгу на Альдебаране «Мужик с топором». Скажем так, этот человек, ну там, в книге, был некий образ нарисованный. И потом, когда читал дальше уже, вот как он с поломанной ногой делал офицерское, сдавая на, только на мастера спорта, то ли на мастера спорта, он на лыжах с поломанной ногой, с поломанной трапециевидной костью, он так резво на все сдал. Это меня так вдохновило, потом познакомился с его сыном. Кстати, футболка, я ношу одежду Кои Маркет. Это тоже... Это символика этой системы. Да, Кои Карп Кои, это символ мужества, чести и отваги. И почему надел эту футболку, на спине надпись нашего брата, так сказать, который погиб при исполнении служебного долга, это Саша Павлов. Драться не умею, но очень люблю. Именно Саша Павлов, это 75 килограмм ярости, абсолютная беспощадность по отношению к себе. Именно вот это стремление жизни, он уже, будучи царствие небесное, переломанным в суповой набор, кулек с костями, он все равно сражался за жизнь. Он, ну скажем так, он, именно его пример стремления к жизни, ну скажем так, он сыграл роль. То есть я видел, вот чего стоит этот человек, и мне как-то вот с моими проблемами, они казались несколько пустяковыми. Потом была Украина, был детдом для детей инвалидов. Я увидел, что живут и радуются жизни в ситуации гораздо ужаснее, чем моя. Ну и вот после этого, да, психоэмоциональная составляющая, вот она меня и вытолкнула. Это уже было потом, да? То есть у тебя стремление к жизни формировалось за счет нескольких факторов. Это семья, это дочь твоя. Да, сын. Сын твой, которого ты хотел, к которым ты хотел вернуться. Это твои друзья, твои тренеры. Если тебе будет нетрудно, не поленись. Напиши в комментариях фамилии этих людей, которых ты благодаришь. Обязательно. Опиши немножко. Тренеры один из, кто мне помог, то есть когда вышел из болезни, пошло восстановление именно в плане физкультуры. Физкультура это, скажем так, процентов 15-20 от всего. Там больше идет, в основном, чуть позже, это питание, больше питание, сон. Значит, первое, о чем мы говорили, откуда у тебя взяли силы, или вернее не так. Почему ты, собственно, стремился выйти из этого состояния, которое тебе было в могилу? Почти, мы выяснили. Составляющих, составляющих было две. Скажем так, это была злость. Злость была большая. Первое, люди, когда я вышел из больницы, будучи сильно радым, что живой, не все это восприняли радостно, и мне очень часто объясняли, что лучше бы я оттуда не выходил, а сыграл ящик. Это было. Почему? Из каких соображений? А все думали, что я злоупотребляю наркотиками, что я наркоман. А ты вообще далек от этого? Категорически. Как я знаю. Категорически. Я прошу прощения. Я выходец из такого дивного города, как Кривый Рог. И проблема с этой дрянью там стояла довольно-таки остро. Примеры, чем люди заканчивают, они у меня перед глазами были. Много моих знакомых, в том числе и одноклассник, от этой гадости ушли. Уподобляться такому у меня желания не было раз. Во-вторых, я в спорте с детства, со школы. И вот как-то категорически противник. Да. Но опять же, внешний вид лысый, желтовато-зеленый, тощий, крики, ты сам не живешь, другим не даешь, пускай болеет раком в другом месте. Когда в магазин они не впускали, не впускали на центральную автобусную станцию, надо было подпускник поменять. Были определенного рода проблемы. То есть, они не считали, что ты бомж, что ты наркоман. Да, охранник не пустил. Охранник не захотел пускать. То есть, именно вот эта злость доказать всем, что... Что ты будешь жить. Рано вы меня списали. Это первое. Второе. Когда смотрел на свое отражение в зеркале, я прекрасно помню то, что было еще год-полтора назад. Вот это несоответствие. Мне хотелось вернуть себя в прежнюю форму. Но опять же, некоторые товарищи мне говорили, расслабься. Таким, как ты был, ты никогда не будешь. Да, согласен. Таким, как был я никогда не буду, я стану лучше. Так совпало. Дай бог тебе. Дай бог тебе. Скажем так, до вот этих проблем, из того, что я делаю сейчас, я даже мечтать не мог. Для меня это был некий недосягаемый уровень. Ты имеешь в виду физическую культуру? В плане спорта. В спорте. Которым ты занимаешься. Я с тобой уже знаком месяц примерно. Я читал твои рассуждения. Я читал то, что ты написал. Я не уверен, что ты раньше писал так интересно, как сегодня. Поэтому, может быть, здесь тоже есть какое-то такое улучшение. За счет того, что ты взял себя в руки, что ты сконцентрировался, что ты сегодня ценишь то, что у тебя есть, чего раньше не было, наверное, да? Ну, скажем так, во-первых, было время полежать, подумать о жизни. Этого времени у меня было очень много. Присмотреть свои некоторые взгляды. Какие лет ты находился в состоянии полусмерти? Сколько лет? Около трех лет. Три года ты боролся со смертью. Ты боролся за жизнь. Да. Скажи, все-таки далеко не каждый, заболев лейкемией, раком крови, далеко не каждый выживает. Я больше скажу, наверное, все-таки процент очень небольшой тех людей, которые выживают и становятся на ноги. Одной медицины недостаточно обычно. Необходимо еще, как ты говорил, стремление выжить. Стремление выжить плюс. Но и дополнение еще что-то должно было быть. У медицины официально, скажем так, они беспокоятся о сохранении жизни человека, но о сохранении качества этой самой жизни... Это не их вопрос. Это уже не их вопрос. Когда у меня началась контрактура мышц, то есть я не мог в руках ничего держать, я не мог поднять руку выше плеча, мне физиотерапевт сказала, физиопроцедуры, и через год-полтора ручки поднимать сможешь. А мне как-то год-полтора ходить ноги, колени полностью не разъебались. Будучие колеты, да? Да. Мне оно как-то не хотелось. Я пообщался с Сергеем Бадюком. Тоже... Кто такой? Сергей Бадюк это журналист, это мастер спорта по боевым искусствам, это генеральный директор телеканала «Точка отрыва», каскадер, актер, фильм «Соловей-разбойник». Это просто, просто... Он великолепен. И очень хороший человек. Там говорят, что он весь такой зазнался и прочее. Не знаю, сколько мы с ним общались, ни разу такого не было. Так что, господа, врите кому-то другому. Мои проблемы, он проникся и ни разу. Он, Андрей Кочергин и Василий Кочергин, сын Андрея Кочергина, то есть полная копия папы, скажем так, то вот эти люди с меня денег пойметь не пытались никогда. То есть все то, что они мне давали, Андрей Кочергин, Сергей Бадюк, вот оно легло на мой опыт, и оно трансформировалось. Сергей Бадюк мне сказал, давай-ка, Володя, займешься, ты турником. Объяснил мне. Турник я ненавидел. Я его в школе ненавидел. Ты, наверное, все-таки забегаешь вперед, потому что... Не совсем. Для того, чтобы заняться турником, необходимо было выйти из больницы. Выйти на своих собственных ногах, которые у тебя не ходили из-за атрофии мышц. Вот. Это как раз все в процессе было. Я полез на турник, но опять же, турничок низкий. Говорит, давай, турник тебе все выровняет. Я подумал, я Сергею все не объяснил проблему, какая именно. Подумал, что я ниндзя. Схватился, убрал ноги от песка. Ну, в принципе, руки я себе выровнял за две тренировки. Всего лишь. Да. Это было очень больно. Это было крайне ужасно, потому что... Ну, в принципе, законы физики работают. Ноги убрал, повис, суставчики на место и встали. Ты знаешь, человек, который только вышел из больницы, если он подойдет к турнику, он даже руки не сможет поднять и достать эту перекладину. На самом деле. Мистер для деток. На самом деле. Ты занимался, видимо, физическими упражнениями, ты их делал, и ты рассказывал об этом, еще находясь в больнице еще. Реабилитация. Вот та реабилитация, которую ты прошел достаточно успешно, она была, в общем-то, она состояла из каких-то составляющих. Первая составляющая большая по восстановлению иммунитета. Нам надо откуда-то брать энергию. С учетом того, что после онкологии это убитая слизистая полностью, это убитые почки, это убитая печень, сердце, с дыханием проблемы, то есть, соответственно, все это надо восстанавливать. Есть при этом много, чтобы была откуда-то энергия, были калории, тоже нет. Соответственно, это сон. То есть, иммунная система работает тогда, когда для нее, для ее потребностей есть энергия. У тебя в том состоянии, в котором ты был, об излишках энергии можно было только мечтать. Скажем так, дойти от входной двери до спальни, до кровати, и уже хорошо. Для примера, до супермаркета, до которого я дохожу сейчас, иду в гору, за 15 минут, свою первую дорогу, я помню, как сейчас, у меня-то заняло час двадцать. То есть, ты мобилизовал всю энергию своего организма, для того, чтобы доедать. Обратно я уже ехал, обратно я уже ехал на автобусе, потому что сил дойти обратно, у меня уже просто не было, остановка недалеко, тем не менее. Ты сказал, что ты спал. Сон. Что такое сон? Я понимаю, но расскажи нашим слушателям. Сон, наш организм, скажем так, он меньше поглощает энергию, за это время, во время сна. Мозг, скажем так, мозг эмоций, он спит, мозг, в моем понимании, это штука, которая требует наиболее калорий, потому что это в районе, то ли 10, то ли 12 процентов. 10 процентов всей энергии человека уходит на работу мозга. А если еще человек сильно перенервничал, какой-то стресс или сильная эмоциональная нагрузка, то это самый энергозатратный процесс. То есть, соответственно, это сон, это отдых, спал я тогда в районе 10-12 часов, поспал, поел, физкультура, мой тренер, он мне объяснял, что все наши болячки, покойные, выходят через... Одну секундочку, он тебя заставлял заниматься спортом, уже будут... Мой тренер, когда я начинал заниматься карате. Это уже после того? Вот, когда я... Он погиб в 2000 году, и вот то, что именно его уровень, через пот, и туалет, из нас выходят все наши заболевания. Все это было, я поел, пошел, поспал, сходил в уборную, немножко позанимался. Но опять же, позанимался любая физнарузка, меня пробивал пот, слабость была ужасная, но что я делал, я разбивал, допустим, одну тренировку на 3-4 занятия в день. Между ними я ел, между ними я спал. Далее, следующее, это по повышению иммунитета питание, основное, это порядка 80%, питание и сон, это порядка 80% от успеха, правильное питание, то есть часто говорят, ПП правильное питание, у некоторых моих учеников ПП это пожрать побольше, так что нет, давайте определимся, правильное питание ПП, так же будем об этом, назовем, то есть правильное питание, это было, это было единственное, что я не нарабатывал, но я это испытал на своей шкуре, именно об этом, я говорить имею полное право, что да, это работает, это, как я уже говорил в прошлой передаче, ты не нарабатывал, ты выучил это, вспомнил, кто-то обучал, да, меня этому пытался учить, мастер северокорейской школы, уши в Сакисо, Сергей Анатольевич Соболенко, он еще живой, ему 60 лет, слава богу, пусть живет еще очень долго, но он тут каждый год собирается умирать, почему, с чего, каждый год, молодой человек, да, ну вот, у человека такой настрой, в плане трав и питания, в фейсбуке, он есть, группа новости Сорочина, и Сергей Соболенко-Баскаков, он там присутствует, в плане питания, и трав, это гений, это мастер, я бы просил все-таки оставить в комментариях, потом под фильмом, обязательно, всех этих людей, обязательно, если дедушка все-таки рискнет умирать, и так и умрет, поэтому, если у кого-то есть какие-то серьезные, ты какой дедушка в 60 лет, ну, он себя так называет, дедушка, дедушка Сережа, ты знаешь, я совсем недавно написал своей одной знакомой, что наличие внуков, не является поводом, называть себя дедом, конечно, мы столько, сколько мы, мы жмем, тянем, там, тянем становая тяга, столько мы жмем, сколько мы тянем, насколько мы бегаем, некоторые умирают в 40, только хоронят их в 80, тоже бывает такое, живет 40 лет, непонятно кто, по поводу Сергея Анатольевича, настоятельно рекомендую, он 40 лет, он лечит тех, от кого отказалась официальная медицина, именно питание травы, это все хорошо работает, то есть ты на себе это все перепроверил, какая цель этого питания, это иммуностимуляция, ну скажем так, если грубо, это гармония, это кислотно-щелочной баланс, то есть балансирование, щелочной, кислотной, да, и щелочной, кислотной среды, причем, это первое, но опять же, есть, допустим, если люди думают, что вот, у меня поражение кислотное, поэтому надо есть одну щелочь, соглашусь, вот эта теория, когда считают, что жрать, из-за заворожжения, я иначе назвать, не могу жрать, надо соду, в принципе, да, это щелочь, но закончится это потом крайне печально, можно, точно так же, как если кто-то примет решение для себя, употреблять только одни лимоны, да, ну, мне один уже человек рассказывал, что я спрашиваю, лимонный сок это кислота, да, куда деваться, есть такое, ему кто-то порекомендовал воду, стакан теплой воды, с кусочками лимона, говорю, отлично, лимонный сок это кислота, вода с кусочком лимона, по его логике, это щелочь, как это? я не знаю, я не знаю, я понять не могу, кому капали химию, из нас двоих, что она так по голове шарашит, ну, бывает, то есть, вот это, именно задача, вывести на баланс, и потом человек уже, организм, сам все восстановит, уберет все лишнее, следить за балансом, следить за балансом, но опять же, да, допустим, есть одни щелочные продукты, есть продукты, вот это, допустим, красная рыба, и рис, правильно сваренный, и то, что щелочь доминирует, и там щелочь доминирует, но их смешивать нельзя, потому что рыба кушается только с салатом, и каша кушается только с салатом, то есть, то, что нельзя смешивать, допустим, далее, самый шикарный иммуностимулятор, зеленый чай, его, либо за 40 минут до еды можно выпить, либо 2-3 часа не пить после еды, потом выпить его, то есть, надо давать именно какой-то, какой-то интервал нельзя смешивать, тоже в этом проблема заключается. Это ты все обучался у Соболенко, который преподает и по сегодняшний день эти... Он не преподает, насколько я знаю, он больше лечит. В 15-м году я у него был в гостях с друзьями, он отошел от людей. Где он живет? С Сорочино, недалеко от Днепра, Днепропетровск. В Украине? Да. В Украине. Окей. Сейчас лечат, говорят, я не знаю, его ученики... Ты тоже его ученики, тоже лечат. Ну, скажем так, нет, я себя... Я только передаю свой опыт, я не считаю себя достойным кого-то чему-то научить, скажем так. Я могу объяснить человеку, показать свои взгляды, поделиться, показать результаты. Показать результаты. Свои реабилитации. То есть, как... А учение, в моем понимании, это когда мастер сказал, ты засовываешь все свои эмоции подальше и вот делаешь. Это как проводник, это человек, который берет за руку и ведет. Я такую ответственность на себя брать, скажем так, я стесняюсь. Так вот, ученики, в моем понимании, если я ошибаюсь, я готовлюсь извиниться перед каждым, они хамы и немножко не дружат с головкой. Потому что поэтому, если дедушка умрет, и кто не успеет у него полечиться, это будет печально. Правда. Ты имеешь в виду его ученики? Его ученики. Почему они хамы? Почему они что-то не так восприняли? Ну, хамы, скажем так, если... есть чувство собственного достоинства, ну, так бывает у некоторых, как у меня, например, и пытаешься доказать свое мнение, обхамят. А, то есть, они не способны выслушать тебя, да? Я хочу понять. Отсутствует объективизм. Именно объективное, да. у них есть свое мнение, от которого они не отступят никогда, ты хочешь сказать, да? Ну, то, что не отступят, преданность своему делу, это здорово, я это приветствую. Неприятие другого мнения, ну, ладно, хорошо бывает. Опять же, если я в чем-то неправ, допустим, на меня говорят, кто-то может сказать, ты козел. Согласен? Если я козел, скажите, ты козел, у тебя растут рога, борода и копыта. А так, и имел... Просто, для того, чтобы ты поверил, что ты козел, необходимо привести еще... Да, объясни, почему. Показать копыта у тебя и так далее, бороду. А когда с одним давеча пытался общаться, он мне говорит, я тебя убью по WhatsApp. Говорю, за что? Мне интересно. А, за то, что ты оскорбил учителя. Обидел, обидел учителя. Учитель это... Сергея Анатольевича. И школу. Говорю, где обидел? Ну, вот, больше недели с человеком назад общались, вот он как-то у нас не сложилось. Не будем, не будем о грустном. иммуностимулятор отличный. Это зеленый чай, но опять же, не вот эта дрянь, которая в пакетиках, а, как я говорил, две столовые ложки, литр кипятка. Покупаешь зеленый чай. Чистый, чистый, без добавок, без добавок, без всех вот этих глупых примесей, которые дают вкус, но толку... Мы определяемся, что нам надо, вкус или здоровье. Делаем, завариваем, пьем. Раз. Хороший... Ты говорил, 40 минут до еды? 40 минут до еды? Или до первой еды? Перед первой едой щепоточка морской соли. Туда же, в этот чай. Туда же. Вместо сахара. Вместо сахара. Вместо сахара немножко соли морской. Да, вкус такой специфический, к нему надо привыкнуть. Ну, скажем так, самое главное, я никого к мазохизму не призываю, ни к чему такому. Если тебе что-то не нравится, какая-то ситуация, попытайся изменить свое отношение к ней и полюбить ее. Ну да, если ты не можешь как-то иначе выйти из положения, то привыкай к этому положению. то есть, как-то это делать надо. Точка. Для тех, кто болен или вообще любому человеку, кто хочет быть здоровым, что ты скажешь по этому поводу? Скажем так, я не видел еще человека, кому это пошло во вред. Раз. Те мои ученики, ученицы, которые страдают избыточным весом, то, что я вижу сейчас, есть у меня ученица, девушка Цирма, она из Бурятии сама, живет сейчас в Израиле, работает, тренируется со мной. У нее пошел загон веса, как сказала одна девушка, спасательный круг, то есть, именно вот эта вот нижняя треть большого сальника, у женщины она постоянно, вот, сильно мешает. я ей по поводу зеленого чая, ну, хороших полгода, говорю, что Цирма, пожалуйста, пейте, пейте, пейте. Вот она его начала пить, чтобы вы поняли, она свободно отжимается, девочка, 25 раз от пола, сама. То есть, сколько ей этой девочки? 35 лет. 35 лет, она не очень девочка, и она была полная девочка. Ну, женщина в возрасте до 21 года, все остальное, это опечатка в паспорте. Да. Скажем так, вот, вот у нее идет, и наша цель, она станет мастером спорта международной категории по стритворкауту, она это защитит. Скажи мне, пожалуйста. Мы ей добавили зеленый чай, и я ей немножко расписал питание. Вес снизился, ну, скажем так, при том, что она от правильного питания отлынивает, как любая нормальная девочка, это нормально. 2-3 килограмма в месяц с нее входит. Что такое отлынивает от правильного питания? она любит конфеты, шоколад, шоколад. нарушает все рекомендации. Хорошо, что ты мне ничего не рекомендуешь, иначе я бы был нарушителем номер один у тебя. Здесь в аду поперхнулся. Бывает. скажи мне, пожалуйста, значит, мы с тобой говорили о том, что ты, в общем-то, вышел из очень сложной ситуации, ты реабилитировал себя за счет одного, второго, третьего, о чем ты рассказывал. Чем ты сегодня занимаешься? сегодня я, на данный момент, я понимаю, сейчас обо мне, можно сказать, мастер спорта по всем видам спорта и так далее. Почему по всем? Я не думаю, что ты любым спортом занимаешься. сарказм, потому что мне говорят, да вот, ты этим занимаешься, ты этим занимаешься, этим. расскажи, чем ты занимаешься? На данный момент я занимаюсь стритлифтингом, документы по организации федерации стритлифтинга АСФ здесь в Израиле. Вернулись. Стритлифтинг. Я об каждом поподробнее. Это, повторюсь еще раз, это тренировки на турнике и на брусьях с дополнительным весом. Вешаем, извиняюсь, на живот, вес, который... На пояс. На пояс. На животе необходимый дополнительный вес либо в зависимости от дисциплины, либо максимальный. И на турнике и на брусьях делаем подтягивания, отжимания. Что нам нравится? Из успехов, то, что есть на данный момент, я являюсь тренером, помимо этого, силовой, тренером по силовой подготовке в кое-карате, коричневый пояс. И наш ученик взял, он дважды чемпион Европы, парень... Твой ученик? Да. Взял два золота, второй ученик взял два серебра на чемпионате Европы. В этом стритворкауте за полгода тренировок. У них основной вид спорта это карате. Мы им добавили в качестве силовой подготовки. Ты еще кто? И тренер кое-карате Станислав Куликовский. Ты с ним в паре работаешь или как? Я объясняю по ватсапу что и как делать. Там есть некоторая составляющая, на которую обращаю внимание. Расписываю программу тренировок, слежу за техникой. Ну и вот парни побеждают. Потом, когда был на карантине... Я прошу прощения, хочу уточнить. У тебя есть... Это твоя основная работа, ты этим зарабатываешь деньги? Да. Или это хобби у тебя? А это тут скажем так, очень хорошее сочетание. Это мое хобби, которым я зарабатываю деньги. есть какие-то документы, право на работу? Обязательно. Я закончил тренерский курс Бета Сэфер Микс Аута Спорт. Город Тель-Авив. Это школа спортивных специальностей? Арба 16. Арба это улица Арба 16. Скажи мне, хороший преподаватель. медик, мы с тобой выясняли уже это отношение. Ты медик, ты еще раз фельдшер, акушер, ты разбираешься в медицине, тебе вот это понимание помогает работать? Скажем так, понимание помогает работать. Первое, профилактика травматизма. Зная, что и как у нас работает, какое движение, каким последствиям нехорошим, не дай бог, может привести. Я своих учеников от этого уберегаю. Раз. В плане, скажем так, питания, восстановления, как оно у нас работает, почему программа тренировок составляется именно таким образом, это тоже помогло. плюс. Ты занимаешься тренерством, ты тренируешь молодежь и не только молодежь, как я понимаю, и ты еще даешь дополнительные знания по питанию, те знания, которые ты получил от своего учителя, которые ты проверил на себе, как я понимаю, в процессе реабилитации. только то, что проверил на себе, чтобы потом мне никто не сказал, мол, ты ставишь на людях эксперименты, ты не прав, прочее. Я испытал на себе, есть еще один у меня подопытный кролик, единственный. Кроме самого себя? Кроме самого себя, это мой сын. Твой сын, ты на нем ставишь их делочек. Да, он сказал, папа, я готов, я согласен, я знаю, что твоя методика заработает, но бывает ситуация, у нас есть 2-3-4 методики. Они все рабочие, но моя задача как тренера, если я готовлю спортсмена, спорт от физкультуры чем отличается? Спорт это соревновательная основа, физкультура это человек ходит в спортзал и занимается для себя. То есть, вот, или не ходит в спортзал, но занимается какими-то спортивными. без соревнований, чем угодно, но соревнований у него нет, как у того же самого айкидо, допустим, при всем моем любви, моей любви и уважении. То есть, говорит, пап, методики работают, они все рабочие, какая из них работает эффективнее, проводим эксперименты, то есть, ведем дневник, где как, плюс я смотрю еще на общее состояние. Именно медицина, то, что дали, и когда шел период восстановления, я просто понимал, что где у меня работает, потому что любое заболевание, та же самая простуда, она имела, ну, скажем так, очень такую выраженную форму, симптоматика, в связи с тем, что твоя иммунная система, убитая, да, и вот как-то, чтобы понять, что это у меня, там, мало ли, то ли обычная простуда, я уже задыхаться начинаю, думаю, про пневмонию. Именно традиционная медицина, да, оно помогло, но, говорю еще раз, традиционная медицина, она заботится о том, чтобы сохранить человеку жизнь, качество этой жизни, как оно будет сохраняться, ну, вот, для этого уже, ты должен сам поломать голову и создать себе условия, при которых качество жизни будет выше, да, здесь понятно, да, здесь понятно. по поводу, когда будущее, был на карантине, мне скучать, когда был на карантине, мне скучать нельзя, категорически, потом у людей седые волосы появляются, мне скучно, я ищу веселье. Зашел в интернет и увидел новое направление спорта, это армлифтинг, с ним меня еще Сергей Бадюк познакомил, я перевожу, армлифтинг, армлифтинг, это мы поднимаем при помощи кисти, там всевозможные хваты, потом покажу, всем желающим, да, всякие тяжести, скажем так, я им особо тогда не увлекся, когда мне Бадюк это порекомендовал, у меня были кисти, суставы убитые, я в руках, да, ничего не держал, сейчас вот, слава Богу, пальчики вот они. То есть, ты подкачивал и ты создавал способность рук работать, то есть, поднимать какие-то тяжести, я просто не рисковал, связки не были готовы, а когда уже более детально посмотрел, то я понял, что они работают, именно вот эта тренировка армлифтинга, она не направлена на мышцы, она направлена именно на суставные связки, именно вот эта работа, и так получилось, что они еще занимаются и пауэр-спортом, тоже новое направление, это идет силовой спорт, силовой спорт, у них как раз проводился онлайн-турнир по многоповторному бицепсу, то есть, берем в руки штангу и сжимаем, сгибаем в локтях максимальное количество раз. Экспромтом у меня получилось сделать норматив, да, кандидата в мастера спорта. С первого раза? С первого раза. После того, как ты, в общем-то, реабилитировал себя, вышел из больницы и начал заниматься всеми видами спорта, о которых ты до сих пор рассказывал. Ты дошел до такой жизни, что любой спорт, за который ты берешься, ты уже выполняешь норматив кандидата в мастера спорта. знания по медицине, плюс понимание того, чего я делаю на турнике, делаю на брусьях, именно как оно у нас работает, привел себя в порядок, вот оно к этому привело. И сейчас я являюсь официальным представителем Федерации армлифтинга в Израиле, все документы есть, официальным представителем Федерации силовых видов спорта WPSA, тоже в Израиле. Есть ученики, выступать мы будем по силовым видам спорта 21 мая в Москве, международный чемпионат будет. И оттуда везут трех своих учеников, двух парней и девушку. И себя везешь. А тут вообще забавно получается. В этих же числах будет проходить по стритлифтингу чемпионат мира. Я за три дня поучаствую в двух серьезных соревнованиях. Я хочу именно продемонстрировать, есть методика, по которой тренируюсь я, я ее никому не показываю, потому что, как бывает, люди смотрят, ух ты, я попробую. Пробовать ты можешь. Готов ли ты к таким нагрузкам? Человек получает травму, виноват я. Зачем мне такое надо? Это если ты обучаешь его, а не просто показываешь. Я сам, тренируюсь сам, никого не трогаю. Мальчики пытаются делать, допустим, известное упражнение на турнике, которое мы делаем, уголок. Зацепили за турник и поднимаем ноги на 90 градусов. Я это делаю на одной руке, одной рукой. и чтобы, потому что я висеть могу до минуты, держать на одной руке уголок, чтобы мне было животу легче, я себе вешаю, прошу, чтобы мне положили на живот гирю дополнительный вес. 8-16 килограмм. Секундочку. Ну, на живот трудно, у тебя живот все-таки вертикальный. на бедра, на бедра, на бедра, на бедра, на бедра, на ноги, которые ты держишь под 90 градусов. Соответственно, молодые люди хотят... Одной рукой держишься за перекладину, висишь, ноги вытянуты вперед под 90 градусов и еще на ногах лежит. Все слышали, да? Все слышали. Хотел бы посмотреть, как он это делает. Хорошо. Наверное, я знаю его. видео есть, видео есть, фото есть, все готово. Я устрою, ты знаешь, это настолько интересное зрелище должно быть, что я готов устроить передачу из спортзала. Не вопрос. И, соответственно, я сделал, тренер, я это делаю с напарником, потому что, мало ли, он снимает гирю, ставим, мы отходим на 5 метров, сзади в рух, от поворачиваемся, один малолетний интеллектуал, скажем так, захотел попробовать, сделал то же самое, по итогу травма плечевого сустава, он не готов к такому. Травмировал плечевой сустав, пол, ну, представьте, когда падает гиря с такой высоты, тоже здорово, человек нанес себе травму, спрашиваю, зачем ты это сделал, а ты знаешь, а ну, у тебя так легко получается, ну, смотреть, как это легко получается, не вопрос, это всегда лифтон. меня, да, пригласишь меня в спорта, обязательно, чтобы я сделал передачу, я и фотографии вам покажу, сброшу, где я это делаю. сбрось фотографии, я их представлю. В фейсбуке, в инстаграме есть, я периодически выкладываю, как любят, говорят, любят говорить некоторые люди, ты пиаришься специально, я не пиарюсь, я показываю то, что можно пройти через вот этот весь кошмар и вернуться в нормальную жизнь, делать то, не просто в нормальную жизнь, еще и делать то, что тебе больше всего нравится, быть, например, чемпионом. Да, я хочу стать чемпионом мира, поставить мировые рекорды, после этого, вполне возможно, я выступать не буду, я буду заниматься исключительно соревнованиями, именно проводить турниры в Израиле, моя цель, расхудить эти виды спорта в Израиле, по какой причине, это развито в России, это развито в Европе, это развито в Америке, в Израиле этого нет, минимум это несправедливо, скажем так. Далее, почему турники брусья? Наша набережная, Тель-Авив, Натания, Ришн-Алицион, Батьям, по сути, это один длинный ресторан, большой, пятийных заведений, не хватает, хотел бы, чтобы это был один длинный большой, спортселл, не совсем, и по набережной натыкана масса турников, брусьев и прочее, ты не ошибаешься в Натании, 9-километровая набережная над морем, и, может быть, есть три ресторана на все эти, на все эти десяти, может быть, пять ресторанов на все эти 9 километров, я люблю, а турников там, наверное, больше, чем ресторан. Я люблю Натанию, я пробежки делаю, Батьям, Ришн, Тель-Авив, я говорю то, что вижу, то есть, соответственно, и так получается, что молодежь, она в основном в этих ресторанах, мне бы хотелось, чтобы они были на турниках, почему, мальчики, так получается, они служат в армии, спортсмен, который развит физически, по сути, это уже готовый солдат, его только научиться, научить обращаться с оружием, пожалуйста, далее, спорт нам дает одну такую маленькую, маленькую мелочь, которая в жизни необходима, спорт нас учит побеждать, победа начинается, не тогда, когда там на турнике какой-то вес, затащил большой, сделал, нет, победа начинается тогда, когда ты хочешь спать, ты встаешь, завязываешь шнурки на кроссовках и выходишь из дома, по направлению, неважно, бегать на набережной, отжиматься где-то там, именно вот эта самодисциплина, встал, сделал, то есть ты побеждаешь себя, да, если ты научился побеждать себя, остальных победить крайне просто, я помню, я помню, когда на татами, на ринге каратэшном, занимался, выступал, вот это вот тяжелое состояние, когда сидишь уже уставший, сейчас должен быть бой, у тебя разрыв был маленький, ты просто устал, потому что, в каратэ, в кякушин каратэ бьют, сын когда смотрел папино выступление, видео, сейчас я смотрю, как ребята передвигаются, у нас этого не было, у нас знаний было очень мало, они были обрывочные, все это было, сблизились, удары в грудь, в живот, кулаками, и ногами по ногам, две минуты, кто первым упал, тот и проиграл, соответственно, во-первых, это бунт, когда ты учился, ты хочешь сказать, да, у нас это было, сейчас я смотрю, то, что делают ребята и девочки на ринге, у меня слезы зависти, и когда ты в таком режиме отработаешь несколько боев, и тебе надо встать и выступить в финале, когда противник уже, вот он отдохнул, он весь такой свеженький, а тебе умереть хочется, силы нет ни на что, надо выйти и его победить, желательно, вот когда через эту черту переступаешь, ты потом практически не победим уже, ты это сделал, ты научился побеждать, ты научился побеждать самого себя, потому что на татаме встречаются не спортсмены, скажем так, там встречаются два субъективных мира, скажем так, и тот, кто готовит идти до конца, при мизерном наборе техники, тут и победит, вот спорт в моем понимании, нам необходим для этого, плюс, во-первых, спорт, я не беру соревновательную основу, беру физкультуру, во-первых, это полезно для здоровья, в каком плане, я вижу своих сверстников, которым, так же как и мне, некоторые уже умерли, это инсульт, очень многих, некоторые двери уже могут смело открывать животом, ну вот, да, я люблю, причем люди занимаются бизнесом, неважно чем, начинают жрать все подряд, у них растет живот, поджелудочная печень, почки, самая распространенная проблема, они будут к докторам, и потом ко мне с таким откровением, ты знаешь, а вот кашки, которые ты ешь, оказывается, это здорово, это мне посоветовали доктора, да, это, для ли это такое откровение, сразу говоря, простите, а то, что ты, в себя, с 20 до 40, плюс, в себя нагонял, это как, ну а что делать, ну приходится, все, и все сразу начинают вспоминать о своем здоровье, тогда у меня возникает вполне логичный вопрос, а изначально до всего этого доводить нельзя, не доводить, изначально, вот, пожалуйста, следи за собой, занимайся, то, что, вот у нас, проблема коронавирус, кто болеет, тех, спортсменов, я не видел, ни одного, потому что спортсмен у него, он себе делает вентиляцию легких, он нормально дышит, его организм минимум с этим сражается. о дыхании, у тебя есть какие-то системы дыхания, извини, что я тебя перебил, но, когда мы с тобой говорили о тех инструментах, которые тебе помогли выйти из болезни, реабилитировать себя, мы, ты ничего не сказал про дыхание. Дыхание, будут термины, пожалуйста, не смейтесь, я понимаю, что это, напомнит некие слова из русского языка. Дыхание я себе взял из каратэ, а у меня просто других методик, я просто не знал. Это жесткое дыхание и буки, когда мы делаем кота санчин кота и кота тенсё, это именно дыхательное. Но опять же, меня хватало буквально аппарат рукодвижения, это жесткое дыхание, жесткий выдох, и потом сразу же, поначалу было первые два-три движения, меня просто складывало, сил ни на что не было, и заходился каштем, просто из меня влетало. Это куча всякого нехорошего. После болезни сразу, да. Но ты продолжаешь и сегодня этим заниматься. Да. Каратэ, в моем понимании, когда человек растет, у него несколько изменяется сознание. Каратэ я люблю, я его обожаю, но каратэ – это не метода ломания челюстей по подворотням. Это может быть для кого-то, это путь к духовному и физическому самосовершенствованию. Тоже может быть. Я у себя из каратэ оставил именно ката. Это вот эти формальные упражнения, это работа на технику. Прежде всего, это дыхание. Во-вторых, это… Знаете, когда негативные эмоции переполняют, и вот пытаешься что-то, найти какой-то выход, закрываешь глаза, пошло вот это вот, дышишь, прочее, и у меня так получается. Успокаиваешься. К концу, когда уже сделал последнее движение и финальный поклон, ну, по крайней мере, я уже знаю, что делать. Выход есть. То есть оно успокаивает, сильно успокаивает. Плюс, ну, опять же, тот же самый спортзал, какая-то проблема дома, не дай бог, случилась, эмоции захлёстывают, лег под штангу или еще подо что. Все, через 15 минут уже как-то так весь негатив остается там. Либо с трубой бабулю у подъезда ожидать, чтобы там снять стресс. То есть… Да, либо как-то… Это все-таки лучше пойти в спортзал. Популярно не в нашей стране. Да. Ты знаешь, что нам осталось 4 минуты. Ты про-про-про-говорил 51 минуту. Ты знаешь это, да? Тебе нельзя было остановить. 50 минут. Я извиняюсь. Так. Вот сейчас, сейчас за эти 3-4 минуты, ты, пожалуйста, расскажи, где же ты работаешь и кого ты приглашаешь к себе. ты обучаешь не только спорту, ты не только тренер по спорту, ты еще тренер по питанию. Иначе, говорят, ты тренер по здоровой жизни. Прежде всего, запишите мой номер телефона. Плюс 972-543-912992. Ты произнес, кто мог успеть записать. Ты должен будешь в комментариях… Напишу. 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 Это первое, что ты обучаешься. Это первое. А теперь объясни, чему ты обучаешь. Я обучаю в зависимости от целей. Какие цели человек преследует. Обращайтесь. Допустим, стать здоровее. Каждый понимает этот термин по-своему. Раз. Приглашаю к сотрудничеству как спортсменов, так и тренеров, потому что данное направление спорта мы в Израиле раскручивать будем. Те, кто придет раньше, соответственно, кто успел, тот и съел. Это уличные виды спорта. Это уличные виды спорта. Это силовой спорт и спорт, армспорт. Ручной спорт. Да, ручной спорт. Руками. Да. Далее. Если есть проблемы с избыточным весом, это целая пандемия, которая заклеснула мир от осложнений. Сахарный диабет. Кстати, сегодня я слышал по радио, профессор говорил, что статистика показывает, что люди с повышенным весом, иммунитет слабенький, у них очень слабый иммунитет, они от вируса, коронавируса, болеют намного тяжелее. Объясняю, как это делать, даю, учу. Учу тому, что испытал на своей шкуре, через что прошел лично. То есть, как похудеть, ты хочешь сказать, да? Скажешь так, не похудеть, как привести себя в порядок. В порядок. Окей. То есть, как человек хочет, зависит только от человека. Я, как меня недавно назвала одна женщина, тоже моя ученица, ты волшебник. Я не волшебник, скажем так, я только учусь. Да, настоящий волшебник это Мурнаев Вячеслав Николаевич. Он занимается моими суставами. Вот это волшебник, да. Он твой тренер или кто он? Он мой друг. Я первый раз слышу это имя. Это тренер национальной сборной Российской Федерации по тэквондо. Ты можешь только лишь написать. Написать могу, поэтому, в зависимости, у кого какая цель. Номер телефона я дал, номер телефона я напишу. Ты дашь? Дам. Дам. А, и дам, и дал. Обращайтесь. Договориться со мной не может только имбецил. Правда. Поэтому от себя могу уже в конце пожелать. Будьте здоровы, берегите себя, здоровья вам и вашим близким. Володя, ты тоже будь здоров, береги себя, здоровья тебе и твоим близким, твоей доченьке, о которой ты рассказывал, твоему сыну. Спасибо. Я всем вам, дорогие друзья, дорогие слушатели, желаю быть здоровыми. Если действительно возникнет желание обратиться к Владимиру, и вы не сможете найти его номер телефона, обращайтесь ко мне, я обязательно помогу вам его найти. Всего хорошего, до следующей встречи в эфире. Будьте здоровы. Продолжение следует...